Ребятки, всем привет! С вами Александр, Легенды Дракономании. У нас остался последний день до завершения второго этапа египетской акции, да? Ну и до завершения вот этой акции, битвы с боссом. Ну, я прошел два круга, это для меня, конечно, рекорд. Четырьмя кругами и не пахнет, чтобы получить, конечно, дракончика Хамелеон. Но для меня это вполне себе хороший результат. У нас только музончик такой китайский. Так, давайте нападем. О, это дракон Сумо, один из сильнейших драконов раньше был. До появления божественных. Чего у него тут по стихиям? Конечно, классные стихии, да. Легендарная, свет и тень. Чего бы, он был плохим. И сила удара у него тоже хорошая была. Но сейчас уже есть божественные драконы, которые не хуже. И еще аналоги Сумо тоже у него какие-то там есть. Так, с этим мы и закончили. Кстати, на телефоне часто глючит вот этот момент. То есть я делаю бой и игра зависает. Короче, приходится перезапускать игру. Есть такая вот фигня. Это у нас битва с боссом. Кстати, а сколько мы тут? Нет, тут не видно. Вот здесь. Ну, вот я на пятом этапе. Ну, выполню, естественно, как вы видите. Через пару часов выполню пятый этап. Ну, как я и говорил, я пройду половину. Ну, шестой этап я точно уже не выполню. Шестой этап я не выполню. Тогда нам по барабану. В принципе, иногда можно сделать вот так. А то у меня тут стоит комбинация. Я ее не выполняю. Думаю, на следующий этап может пригодиться, чтобы гнездовья не было занято. Например, на два дня, если сейчас у меня легендарный получится. Это у меня комбинация. Вода плюс гора, да, по-моему. Выводим деко. Продолжаю выводить. Пушка не вывожу. Пока что. Так, можно будет просмотреть. Пропустить. Хорошо. Так, еду я собрал практически. Давайте вот так дособираем. Ставим мою любимую весновишню. И что мы сейчас пойдем делать? Сейчас мы пойдем делать. Будем кормить, кормить нашего дракончика. Так, где ты там, наш Анубис? Вот спрятался за деревом. Но я знаю, что ты здесь. Давайте его покормим. Нам нужно потратить там миллион чем-то еды, чтобы выполнить еще одно условие. Задание. Выполнили. Смотрите, сколько мы заданий выполнили. Вот, вот, вот. Вот этот рубеж мы достигли. На 25-й левел. Да, давайте сейчас это проверим. Вот. Ага, стоять не еще. Нужно потратить. Кормим дальше. Кормим дальше. Ну, на 30-й как раз накормим, наверное. А вот и еще рубеж. Так, надеюсь, это уже все. Да, это уже все. Накормили мы белить. О, точно. Пойдем же сейчас открывать. Открывать наши сундучки. Где эта ерунда? Вот здесь вот. Открыть. Может, нам что-то попадет толковое. Так, попала нам кошечка. У меня 77 билетиков. Ну, что-то есть. Интересно. Так, феник попал нам. Феник, феник. Ну, феник, это плод на дереве. О, целых два кусочка у меня. Ничего себе. Но будем по 5 открывать, иначе это будет долго. Вот, статуэточка нам попалась. Усмотрите, гнев дракона 2 попалась. Так, давайте бесплатно откроем. В ручном режиме, так сказать. Так, 66 осталось. Надо же их потратить, чтобы они не пропадали. Еще жучок нам попался. Вот еще, короче. Так, целых 4 кусочка у меня уже, ребятки. Открываем следующих 5. Так, открываем бесплатный. Ну, а почему мне бесплатный только что не засчитался? А, вот засчитался. Открываем бесплатный. Открываем следующих 5. Так, ух ты, вот такая прикольная штука попалась. О, вип-билетик попался нам. Вот еще газелька нам попалась. Антилопка какая-то. Дать еще 5. Так, ну я так бы вот сидел бы и открывал бы себе. Так, я видел, что у Реца уже была вот эта газелька, по-моему. Ну, по крайней мере, видео называлось так. Само видео я не смотрел, но видел. Так, открываем следующие 5. У нас еще 45 кусочков. Мы только половину даже не открыли. Из того, что нам есть. Открываем дальше. Сколько у нас там уже? 8,8 из 120. Это же жесть. Так, а ну, ребята, кто смотрел у Реца? Сколько у Реца пазлов Анубиса? Ой, точнее, не Анубиса, а Сета. Ничего себе попалось. Нам целых... А, думал 4, а не всего лишь 1. Печалька. О! Дракон собран. Газелька. Я-то думал, что у нас не будет сегодня дракончик. Оказывается, нет. У нас почти сегодня дракончиком. Получили дракон газельмы. Ну да, мало. Смотрите, я 40 клеток получил. Вот лучше бы я получил... Получил вот-вот-вот. Это у нас редкий дракон, да? Вот это эпический дракон. Ладно, идем дальше. Я теперь понял, как Рец его получил. В пазлах насобирал. Мы его в этом плане догнали. У меня еще и половина есть, ю-моё. Открываем дальше. Так, у меня осталось 20 билетиков. 28. Ну, Феника мы не насобираем. Про Сета я молчу вообще. Дубликат. Получить билеты? Конечно, получить дракона. Дубликат. За один, если бы нам сказали там 50 билетиков, я бы выбрал, конечно же, 50 билетиков, наверное. А так, извините меня, нет. Так, еще давайте. Ну, плюс 10 клеток. Неплохо. Так. 90, ё-моё. Поставим сейчас на выседку, сразу тогда нашу газельку. Сет попался нам, ну ничего себе. Кстати, да, последний одинарный сундук открываем. Снова попался сет. Открываем бесплатный. И открываем последние пять. Ну, попался со целых пять кусочков. Ничего себе. Короче, за один раз открыли почти столько, сколько за прошлых 50 сундуков. Вот так вот, ребятки. Что еще я могу вам сказать? Что я заглядывал... Давайте вот сейчас проглянем, чем мы тут открывали. Так, бассет, это у нас эпическая кошечка, да, у нас... Блин, а не хватает три пазлика, ребята. Бассет. Три пазлика не хватает. Ну, вполне себе нормальный эпик, хотя 70 не, слабовато. Хотя, сколько там, 72 у эпика может быть. Вот это точно слабовато. Феник точно слабовато. И стихии такие себе. Ну, чисто защита. Ветер, камень, земля. Ну, и энергия в качестве атаки. Такое себе. У нас, кстати, да, каменный змей награда. Вообще, мне жутко не нравится. Эта змей напоминает какую-то игру на восьми битке Дэнди. Контра форс, точнее, контр какая-то обыкновенная. Да, вот наша... Он так и называется, газель. Газель это настоящие животные, ребята такие есть. Живут в Африке, например. Такие вот газельки. Дракончик-газель. Ну, редкий, 65. Вполне себе сойдет. И давайте заглянем же мы в инвентарь к нам. Что нам тут нападало? Я, кстати, хотел еще... Давайте, нет, сначала не в инвентарь. Заглянем сначала к лодочке. А, уплыл уже у нас торговец. Ладно. Я там тоже кое-что прикупил. Сейчас, может, найду его, покажу. Так, блин, у меня тут драконов тьма. Давайте сразу вывести поставим. Этого вывести. Тебя мы, наверное, сразу продадим. У меня уже таких много. Они слабые. Ну, даже в качестве фермерских драконов не особо интересные. Так, вот газельку мы вывели. Блин, у меня это же скоробей, этих тьма. Давайте разместим шакала. Ладно, пока один пусть будет. Что у нас тут еще было такое интересное? Был еще какой-то тотем. С корабея. Вот так. Блин, давайте за 5 миллионов. За 5 миллионов кусок булыжника. Да я его слезал бы за 5 миллионов долларов. Так. Кстати, вот жилище. Что я хотел показать? Я жилище богов купил, ребята. Знаете, за сколько я его купил? А что такое 100 плюс 1? Странно. Жилище боссов я купил, ребята, за... Чтобы не соврать вам, за... Так. За 150 тысяч еды, по-моему. 150. Что-то вроде такого. Короче, за еду купил его, прикиньте. А он-то стоит... Целых 50 кристаллов. Новый. Так, кстати, у меня дракон черная дыра. До сих пор не высидели мы с вами. Но это из-за акции. Все-таки не могу занимать все ячейки. Ладно, поставил туда газель. Лучше бы я черную дыру туда поставил. Так, это я смотрю свой инвентарь. Все, что у меня тут валяется. Но ничего такого супер особенного, кроме черной дыры. Ух ты, следы. Отпечаток лапы какого-то медведя. Так. Ну, черная дыра. А призрака? У меня разве нету призрака? Давайте посмотрим. Эпик с пустотой. Эпик пустота. Эпик с пустотой. Идем, идем куда? Идем в библиариум. Как сказали бы в Вархаммере. Так. Редкость. Пустота. Так. Эпики с пустотой. Вот этот джем. Но он очень похож. В черно-белом варианте их вообще не отличишь. Вот призрак, да. Я еще призрака даже не вывел, ребята. Атака. Эпик 62. Это вообще нищенская атака. Нищенская атака. 61. Фанат 64. Какая самая сильная атака у редкого? Где-то в районе 64. 68! У подменыша. Ничего себе. 68. У подменыша. Вот здесь такая же самая. Ну, тут сила атаки тупо зависит от стихий. У каждой стихии, как я говорил, есть определенный бонус к базовой атаке. Базовая атака, по-моему, 60 или 50. И вот эти вот все стихии туда набрасывают. Вот 65. То есть свет дает меньше, чем тень. Ну, а есть редкий со стихией свет. Свет и пустота. 65. Так. Свет дает меньше, чем тень. То есть тень и свет, например. Есть такой редкий. Давайте возьмем тень. Тень. Тень и свет. 69. Так. Тень, тень, тень. Ну, это и есть максимальная атака. Дальше идут эпики. 67. 69. Вот это и есть самая сильная атака. Вот 68, 67 и 69. 69, да. То есть, соответственно, самая сильная атака у... У эпика будет свет, тень. Плюс еще вот что-то. Вот 71. Вот 74. Вот это примерно максимум, да. Энергия или пустота будет. Допустим, свет, тень и пустота. Есть такая у нас. Вот, свет, тень и пустота. 71. Дает мало. Энергия дает больше. Ну, здесь тоже 71. Свет, тень. И что? Свет, тень, энергия. Вот точно такая же атака у Свистуна получается, как и у Орла нашего. Так, ну, это все будет ниже атака. Вообще существенно ниже. Но вот это, конечно, у меня удивило, да. Вот, ну, не то, что Орел, а то, что... Так, кто у нас тут? Свистун, да, имеет такую же атаку. А, ну, а из редких, да, что вот этот подменыш имеет атаку 68. Так. Ну, это слабо будет. 72. Свет, тень и огонь. 71. А, здесь пустота. Прошу прощения. Здесь 79 уже. С тремя стихиями. Здесь 80, но с двумя стихиями, да. Крепкий будет парень. Крепкий будет парень. Вот так вот примерно. А если по свету отсортировать? Что у нас тут? Получится. Свет, тень, пустота. Но пустота, как мы знаем, слабее энергии. Да, вот эти вот самые сильные дракошки получаются. 71, 74, 74. Круто. Это круто. Хоть в чём-то теперь мы разбираемся. Так. Ну, факел, да. Стихия огня. 78. Слабовато. Здесь 75, но с двумя стихиями всего лишь. Так, ну, вот так вот, в общем-то. Немножко разобрались в определённых моментах, да. Табличку эту себе где-то записать, чтобы я точно уже знал, какая стихия и сколько даёт. То я как-то её увидел, эту табличку и, ну, и забыл. А может, криншот, конечно, я сделал. Всё может быть. Так. Давайте выполним это задание. Собрать пищу на фермах. Это будет потом. Сейчас мы что сделаем? Сейчас мы посражаемся. Так. Факел, факел, факел. Намарлан. Подходит, подходит. 17. Отлично. Для разминки. Для разминочки. Так. Погнали. На автовыбор, что будет ставить? Давайте сейчас посмотрим. Ну, он и будет, наверное, всё время ставить на моего самого сильного дракона здесь. А вообще-то, легко сейчас самому эту табличку составить, какая стихия, сколько, короче, приносит. Просто берёшь обычные драконы и смотришь там по стихиям, какая у них атака. Ну, моностихийные драконы, я имею в виду. И просто на листочек записать. Так. Боевой сундук, ребята. Всегда рады открыть боевой сундук. Ничего толкового нам не попалось. Давайте искать. Минус 17. Пробуем взять нашу слабую комбинацию. Есть у меня зелень. Не, здесь нужно брать обязательно. Ах ты ж, ё-моё. Нет у меня. Нет у меня умертвлялки. Так. Эта штука одноразовая, к сожалению. Ну, а больше ничего такого нет у меня. Ну, эту штучку пока оставлю. Ничего интересного там нет. Ну, вот так как-то возьмём. Погнали. Может, повезёт. Так. Ну, здесь на каждый бой, скорее всего, нужно будет ставить усиление. Даже 34-й дракон с таким-то усилением это больно. Блин! Ничего себе он выжил. Фу! Самоуничтожились, да? Чёрт подюри, ребята! Чё делать? Походу, мы тут не пройдём. Не хватает одного усиления нам. То есть, этот сейчас у нас завалит практически всех. Ну, а у него там, если будет следующий тоже какой-то 34-36 на столько звёзд, то ягодка всё-таки его не сможет одолеть. А если там вообще кто-то такого же уровня, то хана нам. Но мы были близки. Может, повезёт ещё всё-таки. Давай! Какого-то дохлика! Блин, нет. Увы и ах. А хотя нет, самоуничтожение! Да! Повезло нам. Это весело. Фух! Так, ну что ж, неплохо получилось. Неплохо. Так, ищем ещё себе противничка. Минус 15. Ну, если взять вот так. То мы, думаю, затащим сейчас. У-у-у! Так, здесь берём обыкновенные... Хотя нет, нам нужен металл. Металл! Ещё раз металл. Погнали! Ну, энергия против металла отлично заходит. Ну, у нас есть легендарная стихия, да, против любого эпика. Хорошо. Так, давай. Розочка, до свидания. А, ну здесь вообще какая-то легкотня. Изи-катка. Задание клана мы выполнили. У нас ещё есть дракончик осень. Который нам тоже, кстати, не мешало бы подкачать. У неё уровень слабоват у нас. Так, ну и отлично нам попалось. Вот как раз мы и сходим. Вот так вот и пойдём. Так, а я заколдовал Анубиса. На две звезды, по-моему, заколдовал. Надо ему стихию пробудить бы. Так. Сейчас заглянем ещё к Анубису. Десять миллионов еды, ребята. Ииии, такого у нас никогда ещё не было. Отлично, здесь мы справились. Заглянем к Анубису пробудить. Ну, тут тридцатый левел нужен. А, тогда хорошо. Мы можем его не пробуждать. Мы можем что сделать? А, давайте заглянем вот сюда. Моя позиция одиннадцатая. Чё это я так высоко? Вызов. Давайте вот мы сюда, знаете, возьмём кого? Вы угадали. Мы сейчас возьмём сюда Анубиса. Чисто для красоты. Ну, они, надеюсь, не умрут все. Тогда сделаем сейчас по-другому. Вот так, тогда пойдём. Божественная стихия. Да, я, кстати, никогда не брал, никогда не брал божественных драконов. Никуда. Вот первый раз увидел, как Анубису. Ну, первый раз воспользовался божественной атакой, вот так правильно сказать. Людмила против нас играла. Так, а ну-ка, двадцать, а, подождите, мы ни на одну звёздочку не заколдовали. Анубиса. Это не, надо заколдовать. Полоса из побед у нас. Мы всё на десятом месте, да? Ну, чё нам дадут? Ну, фигню нам какую-то дадут. Даже нет смысла стремиться здесь занять первое место. Вообще не почувствовал. Так, easy катка. Ну, и всё, седьмое место у нас. И давайте глянем, где мы там находимся. Победы, двадцать побед в ряд. Это, ну, это ребята используют очки портала, что ли. Как, покупают за алмазы донатеры, чё ли. Донатеры! Так, где-то моя лига. Мы сейчас в какой? В третьей бриллиантовой, получается, да? Переходим во вторую. Ну, очень легко, да? Пока что, как видите, противники слабые. Ну, и первую мы, естественно, пройдём. Вот уже в драконье и будет, будет уже потяжелее, да. Третья. Бриллиантово, переходим во вторую, посмотрим. Посмотрим. Так, чё я хотел? Я хотел сейчас начать колдовать. Давайте, поколдуем. А ну, бисты, где колдовать? Почему бы не колдануть? У нас потратим немножко осколков. Вот так. Ну, пока дальше колдовать не будем, нам нужно сколько? Двадцать великолепных, блин, двадцать, а потом понадобится тридцать шесть примерно, я так понимаю. осколочки. Вот таких, вот таких мне нужно двадцать. Блин, от деньги пять тысяч, четыре тысячи, три тысячи, две тысячи, одна тысяча, короче, и всё, закончилось. А, что-то я перестарался. Ха-ха-ха, ну ладно. Ладно, надо воевать, что поделаешься, ребятки, так откроем ещё здесь. Газелька и Анубис. Анубиса сейчас мы куда, что сделаем? Мы Анубиса сейчас ещё отправим в Академию, пусть обучается. Так, иди ко мне, мой друг божественный. Две минуточки, а мы сейчас сбегаем на карту, сделаем один боёчек. Напасть ты в Академии, ты нам не нужен. Нанять помощника, вот так, в бой. Так, тираны разбили лагерь и теперь лакомятся горячим обедом. Прошло уже много времени с тех пор, когда я ел последний раз. Посмотрим, захотят ли они угостить нас, если мы одолеем их в битве. Так, одолел, значит взял и забрал. Зачем потом просить? Если дело всё равно начинается с битвы, правда? Ух ты, мимо. Парализовали нашего Архангела, почти добили всех, но появился наш Спаситель. Вот так вам. Сильно, довольно больно было. Но мы ещё живые. И они два были парализованы. Ням-ням-ням. Вкусная была победа и обед вкусный. Конечно, взяли и забрали у всех обеды. Вот такие вот, короче, дела, ребятки. Так, мы уже подобрались к нашему первопроходцу, к Илье. К Илье, но выше никого нет. Выше никого нет и никаких островов не появилось. Хе-хе-хе. Вот такие дела, ребятки, неплохо. Так, Дима что-то у нас подотстал. Ну-ну-ну-ну-ну. Ну, здесь противники, конечно, сильные. Мы своими силами пока что их... Ну, хотя нет, мы ещё где-то вот здесь ещё своими силами что-то проходили примерно. у нас получалось. Так что неплохо. То есть, максимальный... С 60-ми драконами даже без звёзд здесь можно воевать пока что. Ну, а 50-ми со звёздами вообще изи-катка получается. Так, давайте заберём наше задание. Это нафиг, это ставим. Так, и не забываем, ребятки, выводить дракончика серу. Когда у вас появляется свободное время, выводим дракона серу. Он приносит алмазы. Наверное, один алмаз в день или в неделю. Так, а ещё один кусочек кутера нам нужно. Кутер. Это для клановых событий подходит. Приносит сундук сокровищ со случайными наградами большой ценности. Интересно. Бун. Интересно, интересно. Что ещё можно давайте заглянем куда. Предлагаю заглянуть ещё в магазин. Так, это нужно обязательно будет посмотреть рекламу сейчас. Когда я закончу. Алмазики нужно собирать. Давайте заглянем в магазинчик. Так, газельки у нас полно. Половинка феника у нас есть. Бассет. Практически мы собрали бассет, ребят. Давайте набросаем лайкосиков, чтобы нам повезло. хотя не знаю, где это. Мы уже не успеем. Не успеем. Но лайкосиком набросать всё равно можно. А вдруг повезёт. Так вот, RS 74. Ну, это базовая сила божественная 74. А там дальше по пробуждению. Что там будет? Пустота? Что там ещё там будет? Или тень? Тень, скорее всего, там будет. Так. Просто давайте поглядим на что у нас тут вводится. Божественные драконы. Эх, божественные. Я бы вот это... В игре стоит задонатить, знаете, ради чего? Чтобы накупить вот этих вот драконов-боссов. Вот, купить кристаллов для драконов-боссов и купить кристаллы для дополнительного инкубатора. Вот это то, ради чего стоит здесь как бы задонатить. То, что останется с тобой. Хотя нет, дополнительное жилище там всего лишь на месяц. На месяц даётся. Боссы, боссы, боссы. Вот пазловые пошли. Страж, то бишь протас у нас, ребятки, 15 из 30. Озеленитель 20. Смотрите, гоблинов у нас собирали целую тьму. У меня, блин, 15 гоблинов наверное собрать можно. 71 разделить на 5. Это 10 плюс. Остаётся 30, короче, 16 можно собрать. Царь ремонный то же самое. Крестоносец, жесть, просто сколько мы всего тут можем повыводить. Лесбики, ну видите какой-то магазин нормальный, блин, чтобы можно было их продавать за еду, за кристаллы, только за что-то адекватное, то реально охламяться. И подарить же их вроде никому нельзя. Много драконов, а толку мало. Нельзя торговать, это плохо. Это жадность, если в игре нет. Так, давайте сделаем так. Пазловые драконы. Блин, красный коготь, тоже у меня их много, волшебниц, ё-моё. Это у меня всё есть, тоже есть, это тоже есть, ух ты, прикольно, бронебой, ракетка, так у меня же есть ракетка, как это у меня нет ракетки, я думаю она у меня уже давно есть, она же уже не первый раз попадается нам в акции, странно. Так, если здесь что-то интересное, бассет, сюрекен, это у нас есть, галочки, таракотового нет, скоробей, кстати, тоже прикупил клеточек, смотрите, он в магазине часто попадает, я всегда его покупаю, мы уже там почти половину насобирали, дракон царства, да, прикольный, ну, не то, что он хороший, просто уникальный, я бы сказал так, хпазейдон, боги олимпа, вот я богов бы олимпа, хотел бы, конечно, себя, чан и, например, тай и, два куска нам не хватает, ёлки-шты-палки, да, мне там не хватило, по-моему, за 21 кусок, вообще буквально пару очков, чтобы открыть последний сундук, и аида у нас много, но не все, я тут силу их не увижу, все 74, ну, то и у нас свет, тень и божественно, это у нас он самый максимум, да, по-моему, по урону получается, ой, вот так вот, ладно, ребятки, на этом я с вами прощаюсь, не, ладно, не прощаюсь, я еще хотел посмотреть же урон по стихиям, давайте по редкости, вот вы, и давайте смотреть, какая стихия сколько дает, 63, 62, ветер самое говно, так, давайте даже, может, на листочек себе сейчас запишу, давайте вместе с вами сделаем такую маленькую научную работу, так, базовая атака, по-моему, 60, 63, это дает огонь, огонь, ветер, 2, это ветер, и получается огонь, плюс ветер, 3, плюс 2, 5, все правильно, все работает, минус 2, дает земля, кстати, да, ребята, там вот так вот считается, то есть есть, которые дают и минус, земля дает минус, то здесь вот будет ровно, ветер плюс 2, земля минус 2, равно 60, печалька, вода, вода 0, вода, вода дает 0, так, что у нас еще есть, зелень, зелень плюс 1, зелень, металл, металл минус 2, минус 2 металл, черт подери, что-то я такое даже предположить не мог, что металл дает минус 2, энергия, плюс 5, вот это я понимаю, плюс 5, энергия, пустота, плюс 2, плюс 2, пустота, так же, как и зелень дает, так, идем дальше, свет, плюс 3, плюс 3, свет, сейчас найдем еще тень, тень 6 дает, плюс 6 тень, ну и свет, свет мы уже записали, свет, тень, ну и чисто божественный, 74 у нас получается, а легендарная, сколько дает стихия, давайте сейчас найдем кого-то легендарного, найдем кого-то легендарного, так, так, ну, вот проще взять вот так вот, легендарный, у нас это вот 70, легендарный дает, так, если у нас вода дает 0, то есть легендарная дает плюс 12, что ли получается, плюс 12, легендарная стихия дает плюс 12, плюс 12, это у нас легендарная стихия, тогда еще ладно, давайте божественного найдем, божественного, вот, чисто божественный, плюс 14, плюс 14, Бог, ну, примерно так, и тогда эксперимент, давайте, если, божественный плюс 14, то есть 74, плюс зелень дает у нас, плюс 1, здесь должно быть 7, 75, все правильно, то есть вот так вот работает эта система, ребята, теперь мы все знаем, можем сами все посчитать, ну, а на этом теперь все, всем пока.